МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пришло время вечерних новостей. Самые важные события этого дня представят выпуски мои коллеги-журналисты телеканала Астрахань-24 и я, Виктория Соколова. Туркмения направила России гуманитарный груз на сумму почти 1 миллион долларов. Груз прибудет в Астрахань. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на замглавы МИД Андрея Руденко, о чем он сообщил на заседании Совета Федерации по международным делам. Туркменистан, наверное, единственная страна из государств Центральной Азии, которая предоставила России гуманитарную помощь во время пандемии. Он направил большой груз на сумму порядка 1 миллиона долларов в Астрахань из пищевых продуктов, нефтяных продуктов и прочего. Это второй гуманитарный груз из Ашхабада. Весной руководство соседнего государства приняло решение оказать Астраханской области безвозмездную помощь в непростое время. Груз был доставлен по Каспию из порта Туркменбаши в порт Аля в мае. Туркменистан тогда прислал продукты питания, стройматериалы и текстиль. Общий вес груза составил 800 тонн. Основную часть груза распределили по медучреждениям региона. Остальное направили в интернаты, дома престарелых и малоимущим астраханцам. Астраханская область получит 37 миллионов рублей на бесплатные лекарства для больных коронавирусом. Распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Всего регионы получат 5 миллиардов рублей. Речь идет о пациентах, которые получают медпомощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Все необходимые препараты выдают бесплатно по рецепту лечащего врача. Деньги на эти цели направят из резервного фонда правительства России. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минздраву в максимально короткие сроки довести средства в регионы, чтобы руководители смогли закупить необходимые лекарства. Обновленная статистика. В регионе зафиксировано еще два летальных исхода пациентов с COVID-19. Всего от коронавируса в Астраханской области скончалось 172 человека. Двое пациентов скончались в конце августа. Они проходили лечение в инфекционном госпитале Александра Мариинской больницы. 69-летняя женщина была на амбулаторном лечении. После ухудшения состояния здоровья Астраханку доставили в железнодорожную больницу. После компьютерной томографии была выявлена двухсторонняя пневмония. В тот же день Астраханку перевезли в госпиталь АМОКБ. Несмотря на интенсивную терапию, состояние женщины ухудшилось. Смерть наступила 31 августа. В этот же день в госпитале умер мужчина 53-го года рождения. Изначально жители Ахтубинского района направили на операцию в больницу имени Кирова. После обследования у него была выявлена двухсторонняя пневмония. Мужчина был госпитализирован в АМОКБ. Пациент был переведен в отделение реанимации. Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался. Заключительные диагнозы коронавирусной инфекции были выставлены Патологономическим бюро после проведения исследований и ПЦР-диагностики. Как порой невероятно сложно найти лекарства, знает семья Ямковских. Их историю обсуждает вся страна. Невероятная воля к победе над очень редким и сложным заболеванием. Родители маленького Лени сделали все, чтобы спасти сына, которому поставили диагноз спинальная мышечная астрофия. У них получилось с помощью тысяч неравнодушных россиян. Необходимая сумма была собрана в срок. И Леня получит дорогостоящее лечение. Вместе с тем в Астраханской области еще шесть детей живут с этим диагнозом. И в следующем году они получат лечение за счет регионального бюджета. Заложить необходимую сумму в бюджет распорядился губернатор Игорь Бабушкин. Как стало возможным решение, казалось бы, неразрешимой проблемой астраханских семей, расскажет Жанна Алиева. С поддержкой папы маленький Леня встает на ноги. Пару шагов и мальчик просится снова на руки. Не хочешь? Все? Каждый шаг ребенку дается с трудом. С Леней и его родителями в парке мы встречались в середине октября. До того, как сборное лечение маленького астраханца был закрыт. У Лени Ямковского редкое заболевание – спинальная мышечная трофея первой степени. Леня развивался, как все дети. В три месяца начал держать головку, самостоятельно переворачивался, а в шесть месяцев практически перестал двигаться. В этом году ребенок получил лечение препаратом спинораза. Шесть уколов в год. Одна ампула – 7 миллионов рублей. Лекарство закупает регион. Шестая инъекция, намеченная на декабрь. Между процедурами родители мальчика решили попробовать новый препарат – золгенсма. В отличие от спинораза, его водят один раз. Есть несколько «но». Американский препарат, дорогостоящий – более 160 миллионов рублей. И его надо водить до двух лет. Лене два года исполнится в феврале. Две недели назад было собрано чуть более 50 миллионов рублей. Надеемся успеть, надеемся собрать. Верим, что у нас все получится. Они верили, и у них получилось. Общими усилиями за 9 месяцев они собрали 160 миллионов рублей. Большая часть суммы была собрана за последнюю неделю. После того, как история Лени рассказали на федеральном канале. Жители всей страны пожертвовали около 60 миллионов рублей. Оставшуюся сумму добавил меценат Алишер Усманов. Препарат – золгенсма. Не зарегистрированный территорией России. Поэтому препарат будут водить специалисты частной московской клиники. После инъекции еще курс реабилитации. Нужна уже будет просто реабилитация. Сразу, конечно, не будет эффекта, что он лежал-лежал и побежит вдруг. Это происходит по мере накопления белка. То есть все это связано, и нужна будет каждодневная реабилитация. В регионе с редким заболеванием спинальная мышечная атрофия. Семь детей. Троим из них в этом году назначили уколы препаратам спинораза. Заключение на лечение дали специалисты клинического института педиатрии имени Вильтищева. Препарат на этот год закупил региональный Минздрав. Любимые песни и игры в телефоне помогают отлечься. Илья Тиков отходит от наркоза. Молодой человек прошел очередной курс лечения. Илье 16 лет. Диагноз спинальная мышечная атрофия поставили в первый год жизни. Этим летом он с отлечием окончил школу. И сейчас учится в губернском техникуме. Процедуры не требуют госпитализации. Уже к вечеру Илья с мамой отправятся домой. Процедура проходит безболезненно, под наркозом. Потому что у ребенка искривление позвоночника сильное. И просто без наркоза не получается. Чувствуют себя хорошо после того, как процедура сделана. Два часа просто находятся в лежачем положении. Лечение проводят врачи детской больницы имени Селищева. Илья Тиков, как и маленький Леня, получил пять уколов спинораза. Родители врачей наблюдают положительную динамику. Мама порадовала и себя, и нас, так сказать. И сказала, что он стал лучше спать. Что если за ночь она по 10-12 раз вставала к нему, потому что его нужно было перевернуть, он не мог самостоятельно дышать, он не мог самостоятельно откашляться. Так как это необходимо, то за последнее время, она говорит, мы удивляемся. Но от силы два раза за ночь, а то иногда и этого нет. Препарат спинораза в России зарегистрировали в прошлом году. Сотни детей в стране получили надежду на лечение. Лекарство блокирует развитие генетического заболевания. Одна ампула стоит более 7 миллионов рублей. Каждый пациент получает 6 уколов в год. И так пожизненно. У нас лечение получает трое детей. Общий бюджет получается 126 миллионов рублей. Нагрузка на региональный бюджет ощутимая. Со следующего года затраты на лечение планирует взять на себя Федерация. СМА включено в перечень 19 редких заболеваний, лечение которых будут финансировать за счет государственных средств. Такое заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова. Пока вопрос на рассмотрение. По поручению губернатора Игоря Бабушкина в бюджет на 21 год уже заложены средства на лечение детей с диагнозом СМА. В следующем году лечение получат 4 ребенка. Будет это принято решение до конца года или не будет, эти дети до конца. На весь следующий год они полностью это лечение получат. Это уже есть в бюджете. Об этом уже заявил губернатор, об этом заявил министр здравоохранения Астраханской области. Это очень серьезный вопрос. Но мы эту работу будем продолжать, потому что все эти деньги, во-первых, можно будет в случае передачи расходов на федеральный уровень, сами деньги-то остаются, и мы сможем направить их на другие вопросы здравоохранения. На лечение редких заболеваний в России будет направлено 60 миллиардов рублей на следующий год, который получат бюджет за счет повышения ставки подоходного налога до 15%. Такой налог будут платить все те, чей доход превышает 5 миллионов рублей в год. Все это для того, чтобы неразрешимых проблем стало меньше, а истории выздоровлений больше. Жанна Алиева, Тимофей Кухарчук, Руслан Асанов, Центр новостей. Молодые семьи теперь смогут обращаться за социальной выплатой на покупку или строительство жилья дистанционно через портал Госуслуг, а не только лично. Для подачи документов онлайн достаточно простой цифровой подписи одного из членов семьи. Социальные выплаты на покупку или строительство жилья предоставляются семьям, в которых каждому из супругов еще не исполнилось 35 лет. Наличие детей не обязательно. Кроме того, господдержку может получить одинокий родитель до 35 лет, воспитывающий одного или нескольких детей. Главный критерий – семья должна нуждаться в улучшении жилищных условий. Получателю господдержки надо доказать, что он располагает достаточными доходами, чтобы погасить разницу или выплатить кредит. Деньги, предоставленные государством, можно использовать на покупку дома, квартиры в новостройке, строительство собственного жилья, а также на первоначальный взнос или погашение ипотеки. Размер выплаты составляет 30-35% стоимости жилья. Новый месяц, новые изменения и дополнения в законах, налоговые послабления, электронные извещения о ДТП, электронный ПТС и дублирующий РУНЕТ. Что ждать россиянам в ноябре, расскажем подробнее в нашем дайджесте. В ноябре еще можно подать заявление о налоговых послаблениях. 30 ноября завершится срок подачи заявления об отсрочке или рассрочке по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов для малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Послабление представляли в рамках поддержки наиболее пострадавшего из-за пандемии бизнеса. Для налогоплательщиков, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, дополнительно предусматривалось продление сроков уплаты налогов, сборов и страховых взносов на срок от 3 до 6 месяцев, Сбор сведений о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства за прошлый год с января по октябрь этого года завершится 4 ноября. С 1 ноября электронные извещения о ДТП можно оформить в любом регионе, где бы ни произошла авария. Для этого необходимо, чтобы оба участника были зарегистрированы на портале госуслуг или хотя бы у одного было установлено приложение помощника САГО. Прежде оформлять мелкие ДТП таким образом можно было только в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и в Татарстане. Извещение можно будет оформить в том случае, если между участниками ДТП есть разногласия. Теперь бумажные паспорта от транспортных средств выдают только взамен утраченных, пришедших в негодность или все графы. В бумажном документе заполненные все остальные автовладейцы получать на руки ПТС теперь не будут. Документ стал электронным и существует только онлайн. Единственное, что выдают владельцу, это выписка из электронного ПТС. Бумажные паспорта, выпущенные ранее машин, продолжают действовать наравне с электронными. Российский сегмент интернета должен продолжить работу и быть безопасным, если отключат от глобальной инфраструктуры сети. Начал работать закон об устойчивом Рунете. В России должна появиться дублирующая инфраструктура для бесперебойной работы интернета. В случае угроз Роскомнадзор сможет взять на себя централизованное управление сетью. Список угроз определит правительство. Текст закона рамочный. Его полноценная работа зависит от дополнительных подзаконных актов, решений властей и развития технологий. На Фунтовском шоссе обновляют дорожное покрытие проезжей части. Этим участком дороги очень недовольны автовладельцы. Подрядная организация приступила к финальному этапу ремонта. Здесь укладывают новое дорожное покрытие. Пройден большой подготовительный этап. На одном из участков шоссе ликвидировали Большой бугор. Он образовался в результате деформации асфальта. После на всех участках дороги сняли старое дорожное покрытие, подсыпали щебень. Работы ведут одновременно на четырех участках дороги. В настоящее время два участка уже полностью работы завершены. На оставшихся двух произведен демонтаж верхнего слоя асфальтового покрытия, поврежденного. За завершение работы будут завершены до 5 ноября. Астраханский технический университет открыл свой первый филиал в СНГ. Набор студентов идет на базе Ташкентского университета. АГТУ стал первым вузом региона, в котором появилось международное отделение. Преподаватели филиала будут готовить квалифицированных специалистов для рыбной отрасли республики. Теперь студенты смогут, не выезжая из страны, стать профессионалами в области гидробиологии, гидрохимии, рыборазведения, рыбной ловли и переработки, защиты и охраны водных биологических ресурсов. Обучение будет проходить на русском языке. Ранее обучение по востребованным специальностям для рыбной отрасли не проводилось ни в одном вузе Узбекистана. Решение о создании Ташкентского филиала Астраханского государственного технического университета было принято в апреле 2018 года и инициировано президентом Республики Узбекистан. Глава региона Игорь Бабушкин отметил важность такого шага для реализации планов международных и внешнеэкономических связей. В Астрахани завершился окружной этап конкурса «Смиротворец». На этой площадке поднимают вопросы межэтнических и межконфессиональных отношений. Наш регион принимает этап всероссийского конкурса второй раз. Журналисты из регионов России заявили на конкурс более 1 тысячи проектов. Участники представили на конкурс работы в номинациях телевидения, печать, интернет, нация победителей. Имена победителей окружного этапа до последнего держали в секрете. Среди них журналисты из Ростовской, Волгоградской, Астраханских областей. Специальный приз конкурса получил телеканал «Астрахань-24» за фотопроект «Я родом из Астрахани». Они делают не только свою работу, но и занимаются работой общественной. Думают в том числе, как своим личным примером показать, как важен межнациональный мир, и как важно каждому понимать, откуда он родом, и кто он вообще такой, и в каком месте он живет, в малой родине. И как эта малая родина для него важна. Вот телеканал «Астрахань-24» начал с себя и запустил замечательный проект «Мы родом из Астрахани», где журналисты и люди, причастные к журналистике, рассказывают, кто они такие, что для них Астрахань, что для них национальность, что для них межнациональные отношения. Это очень классно. «Астрахань-24» получает специальный приз конкурса «Смиротворец» за их замечательную ответственную гражданскую позицию. Спасибо. Вот уже 12 лет гильдия межэтнической журналистики и Федеральное агентство по делам национальности проводит этот конкурс. Астраханский этап организовывал телеканал «Астрахань-24» при поддержке администрации губернатора Астраханской области, областного министерства культуры и туризма, а также компании «Лукойл». Участники окружного этапа приехали в Астрахань из регионов ЮФО познакомиться с работами коллег и обсудить профессиональные вопросы, как сейчас выглядит качественный контент. Для Астраханской области это большая честь принимать такой конкурс, но в то же время мы и для себя от участия многих журналистов из Южного федерального округа, которые представили свои работы, выиграли. Мы таким образом повышаем профессиональный уровень своих журналистов, мы делимся опытом, мы пропагандируем Астрахань. Вот события такие, как сегодня, они прежде всего способствуют тому, чтобы о нас узнавали и благодаря современной технологии СМИ узнавали не только на юге России, но узнавали по всей России и по всему миру. Для участников конкурса «Смиротворец» подготовили программу знакомства с регионом. Гости побывали в казачьем училище, католическом костюле и корпоративном учебном центре компании «Лукойл». Пресс-тур был задуман, чтобы показать Астрахань с новой точки зрения. Не только как столицу арбузов, рыбы и лотоса, а как важнейший культурный и промышленный центр на юге России. Подробности в следующем репортаже. Шквалистый ветер, дождь и метровые волны. Полное погружение в реальность. Вертолет терпит крушение и тонет винтом вниз. Главное выбраться из ловушки и попасть на надувной спасательный плод. Обучение здесь должны пройти все сотрудники компании «Лукойл», которые летают на нефтяные платформы в Каспийском море. Этот сценарий инструкторы корпоративного учебного центра «Лукойл» повторяют, наверное, уже не одну сотню раз. Но терять внимание к мелочам нельзя. На кону стоят человеческие жизни. Кажется, столько вопросов после демонстрации директору центра ни разу не задавали. Здесь собрались журналисты и по профессиональной привычке не могут обойтись без сбора информации. А здесь специальный формат, это теория, это промышленная безопасность, это охрана труда, это пожарно-технические минимумы. Это лауреаты окружного этапа конкурса «Смиротворец». Журналисты прибыли со всего Южного федерального округа. В этом году «Лукойл» поддержал окружной этап конкурса «Смиротворец». Компания «Лукойл» не только инвестирует, не только предоставляет рабочие места, не только налогочисления, но и занимается активной социальной политикой, в том числе по вопросам сохранения национальных культур, языков, развития туризма. А также мы уделяем большое внимание вопросам экологической и промышленной безопасности. Кроме того, мы открытая компания, наши астраханские коллеги очень часто бывают на наших производственных объектах, в том числе морских платформах, где они могут наблюдать наши высокие технологии. Посещение корпоративного центра «Лукойл» — это часть пресс-тура для участников «Смиротворца». Я думала, что он просто опустится, а он по-настоящему перевернулся, плюс еще эти шумовые эффекты, гроза, дождь. Я не представляла, что все настолько реально. Также среди пунктов пресс-тура — казачий корпус, католический костел, учебные заведения. Пресс-тур призван показать, что Астрахань — это не только набор стереотипов. Кремль, рыбалка, лотосы — это и многообразие культур, и крупные промышленные объекты, и, конечно, один из важнейших центров нефтедобычи России. Взглянув под новым ракурсом на известные вещи, журналисты смогут найти новые идеи для новых проектов. У нас более многочисленные — это азербайджанцы, армяне, татары. У вас, я так поняла, это казахи. Я для себя отметила, что казахов я не снимала, и мне захотелось у себя уже на Дону сделать программу. Среди победителей окружного этапа конкурса «Смиротворец» — журналисты из Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей. Призы для победителей подготовила компания «Лукойл». Победители окружного этапа войдут в шорт-лист федерального этапа конкурса. Он состоится в Москве 30 ноября. Элеонора Лем, Наталья Фомина и Алексей Якупов. Центр новостей. 25 астраханцев получили черные береты военно-спортивного лагеря «Георгий Победоносец». Чтобы получить право на ношение участники, прошли полосу испытаний и рукопашный бой. Нормативы разрабатывали военные на основе испытания на краповый берет. Как ребята готовились к соревнованиям, расскажет моя коллега Наталья Фомина. Никаких дворцов в следующие три дня ребятам предстоит жить в условиях, приближенных к полевым. Это участники военно-спортивного лагеря «Георгий Победоносец». В этом году смену перенесли на осень из-за пандемии. По этой же причине появилось несколько новых требований к участникам. Если это люди до 18 лет, это справка с поликлиники, что данный молодой человек не состоял в контакте с инфицированными больными COVID-19 в ближайшие две недели. Если это старше 18 лет, то это обязательно анализ ПЦР, то есть с отрицательным результатом на коронавирус. Это проходят и инструкторы, это проходят и участники данного спортивного лагеря. Тренировки начинаются буквально с порога. После построения сразу на полосу препятствий. Первое испытание на знании боевых команд. Вспышка противник – граната. Встроенности пока нет. Многие команды выполняют в разнобой. Вложение тела при каждой разное. Тут не мудрено перепутать. Наставник сразу разбирает типичные недочеты. Два минуса. Знаешь, какие-то первые, что ты ноги не вместе. Вторые, что ты лег, и осколки тебе прилетят вот сюда. Такая строгость вполне объяснима. Ребятам предстоит сдавать нормативы на черные береты. Их разработали офицеры-краповики с учетом возраста участников. Разумеется, нужно готовиться. Готовиться нужно не меньше, чем за полгода. Потому что сам норматив сдачи достаточно серьезный. Где-то четверть, наверное, сдачи крапового берета. А краповый берет сами прекрасно все знают. Это достаточно серьезное испытание для бойцов спецподразделений, которые не каждый может сдать. А тут для юноша 14 лет. Это, конечно, все в усеченном формате. Но подготовка идет достаточно серьезная. Претендентам предстоит преодолеть пол всю препятствий в полном боевом облачении и сойтись в рукопашную с профессиональным спортсменом. За каждую ошибку – минус. Нюансов много на самом деле. Когда будет марк-бросок, вы будете отставать, вам будет минус. Если вы будете отставать на 20 метров, на 10 метров от своей команды, от своих товарищей, вам будет еще минус. Поэтому бежите в двойки, чтобы друг другу помогать. Послаблений нет. Отстал, черный берет достанется тому, кто выносливее. Вы будете исключены. Пойдете смотреть, как остальные ваши ребята сдают. Тут спасет только поддержка товарищей по команде. Поэтому бежите в двойки, чтобы друг другу помогать. Запомните это. Здесь играют уже братские чувства и силы духа. Кто на что способен, кто как сможет сдать. Впрочем, отсев все равно жесткий. Только 40% ребят смогут получить черный берет. Человека подготовленного, скорее всего, нет, это не сложно. А для новеньких, которые только решили этим заняться, то, скорее всего, да, для них это будет сложно даваться. Я не сомневаюсь в себе. Я уверен полностью. Если сдам, значит судьба такая. Если не сдам, значит приеду в следующем году и обязательно его получу. Совсем иные настроения на соседней площадке. Здесь проходит военно-тактическая игра «Юнармеец». Здесь нет такой строгой дисциплины и суровых испытаний. Задания похожи, только нормативы не такие суровые. Участвуют 100 школьников со всей области. Если лагерь «Георгий Победоносец» только для мужчин, то в игре «Юнармеец» нашлось место и девушкам. Их должно быть по две в каждой команде. Называть их слабым полом точно не получится. Они дадут форум многим парням. Моя профессия не будет связана с этим, но я буду стараться участвовать во всевозможных таких движениях, как «Юнармия». Потому что я очень люблю заниматься физической культурой и само движение «Юнармеец» мне очень нравится. Тем же, кто все-таки планирует работать в силовых ведомствах или армии, такая физическая подготовка пригодится. Особенно, если в следующем году они будут претендовать на черный берет «Георгия Победоносца». Наталья Фомина, Игорь Нефиденко, Центр новостей. Это все новости к этому часу. До встречи на Астрахань-24. Субтитры создавал DimaTorzok